МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы находимся в одном из самых живописных мест Казахстана, в Чарынском каньоне, в сотнях километрах от цивилизации. И удивительнее всего видеть здесь базовую станцию. И что мы, находясь здесь, можем спокойно и свободно пользоваться интернетом. Как это произошло? Как вы здесь установили базовую станцию? Вы правильно заметили, да, это кажется неожиданным, но действительно компания КСЛ первая установила на Чарынском каньоне базовую станцию. И на сегодняшний день мы обеспечиваем абонентов как голосовой связью, так и интернетом. Даже здесь, как вы сказали, в сотнях километрах от областного республиканского центра. Произошло это в период пандемии в 2021 году компания, когда в связи с пандемией мы заметили рост внутреннего, внутриказахстанского туризма. И, соответственно, поток туристов именно на Чарынский каньон также увеличился. То есть вы отреагировали на потребность? Совершенно верно. Это, собственно, черта компании КСЛ. Он хотел слушать, чего просят, чего хотят его абоненты и находить все возможности для того, чтобы удовлетворять их потребности. В частности, так было и с Чарынским каньоном. И да, наблюдая увеличение туристического потока, компания установила здесь базовую станцию. Как вы решили проблемы с электричеством? Ведь здесь нет никаких сетей, нет никаких источников питания. Вот это очень важный момент. Я думаю, на нем стоит остановиться. Отсутствие инфраструктуры в таких местах, в данном случае туристических, это как раз-таки главная причина того, что здесь в таких местах неоперативно появляется оператор высотовой связи, в частности мы. То есть нет электропитания, нет каких-то антенномачевых сооружений, куда можно было бы эту базовую станцию поставить. Соответственно, при всем желании оператора, и нас в частности, установить базовую станцию и дать абонентам связь в туристических местах, она упирается в то, что инфраструктура не позволяет, или вернее ее отсутствие не позволяет нам это сделать. Но конкретно в этом кейсе, в Чарынском каньоне, компания пошла на беспрецедентные решения. И как вы видите, на фоне вы установили базовую станцию, и питание подвели, скажем так, альтернативное. Оно двойное, это ветра и солнечные батареи. Это достаточно? Да, этого достаточно. Общая суммарная мощность составляет 6 киловатт, 3 киловатта – это ветровая установка, и 3 киловатта – солнечная установка. Но и, конечно, правды ради нужно сказать, не всегда достаточное солнце и не всегда достаточный ветер для того, чтобы базовая станция работала без перебоев. И в связи с этим уже после того, как мы установили базовую станцию, была организована туристическая зона здесь, был построен ресторан, и, собственно, мы от ресторана дополнительно еще запитались постоянным электричеством. В итоге на сегодняшний день возможности, вероятности того, что базовой станции не будет в сервисе, она практически сидена к нулю, потому что помимо ветровой и солнечной установки есть постоянное электропитание, и плюс к этому всему мы установили аккумуляторные батареи в 1000 ампер-часов для того, чтобы накапливать эту энергию. То есть она собирает и в случае отсутствия уже… Совершенно верно, да. Какое-то количество часов в случае отключения электроэнергии базовая станция будет работать. Насколько сложно было именно установить здесь базовую станцию? Сколько это времени отняло у вас, у компаний? С какими трудностями вы столкнулись, учитывая здесь природный ландшафт, расстояние и так далее? Ну да, самое сложное – это как раз-таки удаленность от города и отсутствие инфраструктуры на тот момент полное, полное отсутствие. Поэтому, да, конечно, приходилось привозить сюда генераторы для того, чтобы обеспечивать питание ремонтным работам. И по времени сама установка – это не самый сложный процесс. Самый сложный процесс – это как раз подготовка и логистика сюда. Ну, порядка двух недель время занимает на то, чтобы установить вот такую базовую станцию. Есть ли в планах компании установка подобных базовых станций в других туристических местах, удаленных от цивилизации, от городов? Безусловно, есть проект в Казахстане, где компании обеспечивают инфраструктуру именно в туристических зонах. Это именно проект, связанный с туристическими зонами Казахстана, куда компания подводит всю инфраструктуру, в том числе трансмиссионную. Мы участвовали на этой встрече, то есть мы контролируем процесс, этот процесс, и как только инфраструктура появляется в той туристической зоне, мы заходим со своим оборудованием и обеспечиваем наличие связи интернета. Как яркий пример тому, это вот год назад, чуть меньше, мы установили новую базовую станцию, это на Кольсай. Если также продолжать разговор о туристических зонах Алматы и Алматинской области, у нас базовая станция стоит в Алаколе. На туристический сезон, когда поток туристов, мы еще туда устанавливаем и мобильные базовые станции. То есть да, в этой части работа ведется, уже и фактическая, и естественно, в планах обустройства, обеспечения связи у других зон Казахстана. — Каков радиус работы этой базовой станции? 5 километров, 10 километров? Сколько, какой радиус она может охватить технически? — Ну, непосредственно здесь, здесь рельеф местности неровный, как вы видите, там холмистная местность, поэтому сигнал распространяется неравномерно по территории. Ну, максимальная зона покрытия, конечно, это вниз по склону, там до 3-5 километров покрытие уверенное. Вообще, по большому счету, такие базовые станции в таких отдаленных местах, они не имеют коммерческой составляющей для компании. Но мы это понимаем и осознанно идем на то, чтобы продолжать покрывать сотовой связью такие туристические зоны и в дальнейшем. Почему? Потому что помимо коммерческой составляющей, есть еще социальная ответственность. И компания уделяет очень большое внимание этому аспекту. Кроме этого, это вопрос безопасности. Приведу пример. Не так давно в Черенском каньоне произошел несчастный случай. И только благодаря тому, что у компании KSL здесь реализовано покрытие, люди, абоненты смогли оперативно вызвать скорую помощь сюда. То есть благодаря базовой станции спасли человеческую жизнь? Совершенно верно. Благодаря базовой станции спасли человеческую жизнь и как здоровье им как минимум. Ну вот про базовые станции вот у нас привыкли говорить о том, что они могут быть вредны. Они могут быть вредными для здоровья. И есть и радиофобы, и это нормально. И об этом это часто обсуждают. Каково ваше мнение? Ну, много информации в соцсетях в том числе, противоположное о том, что... Научный. Научных. Ну, да, подтвержденных научными данными о том, что сотовая связь, она безвредна для человека. Но вот совершенно случайно вот здесь сегодня есть неопровержимые доказательства того, что сотовая связь для живого организма, она безвредна. Вот мы с вами сидим на фоне, на нашем фоне бегают суслики. Базовая станция от них находится буквально там в 20 метрах. И бегают они абсолютно активно. И не один суслик, а целый... Не хромает. Это говорит о том, что базовая станция и ее излучение абсолютно безвредны для живого организма. И вот данный пример, мне кажется, отвечает сразу на все вопросы. Вы отвечаете в компании за развитие проекта 5G. Какие планы у компании по развитию 5G? Компания также является, насколько я знаю, одной из первых в этом направлении. Как вы будете развивать 5G? Когда 5G станет стабильным в Казахстане? Именно в вашей компании. Совершенно верно. KSL действительно в технологии 5G является первопроходцем. В частности, это по установке тестовых базовых станций. Ну и самое главное, это организация предкоммерческой 5G-сети в городе Туркестан. KSL первый установил там сразу 10 базовых станций. И абоненты на безвозмездной основе, что называется, могли пользоваться 5G-технологией, чтобы ощутить, что это такое. Как вы знаете, в прошлом году прошел аукцион по частотам 5G. И по результатам этого аукциона KSL стал одним из победителей. Наряду с Altel. Наряду с компанией Altel, Tele2. И в декабре прошел аукцион, и уже в марте компания KSL активировала первые базовые станции. Это я уже говорю помимо той предкоммерческой сети, которая была в Туркестане, а первые базовые станции уже с использованием новых приобретенных частот 5G. То есть абсолютно коммерческая сеть. То есть в марте, во второй половине марта это уже были первые активации. То есть очень быстрый путь между получением возможности и фактической ее реализацией. Да, и на сегодняшний день, вот с марта месяца начиная, у компании активировано уже больше 400 базовых станций 5G по Казахстану. В первую очередь приоритет, конечно, это на города республиканского значения, Алматы, Астана, Шимкент. Но вообще по результатам аукциона перед компанией были выставлены лицензионные обязательства. То есть у компании есть обязательства по установке базовых станций в определенном количестве в определенных регионах. Компания идет с опережением этих требований. И помимо лицензионных обязательств по Алматы, Астане и Шимкенту, компания уже в этом году устанавливает 5G базовые станции в остальных областных центрах Казахстана. И вот эти более 400 5G базовых станций это как раз-таки и суммарно по всему Казахстану. Да, преимущественно на сегодняшний день это город Алматы, но как минимум потому, что он больше других. Здесь на сегодняшний день порядка 155 базовых станций 5G уже активировано. Но и самое главное, в чем заключается логика, ведь 5G технологии нужно иметь возможность пользоваться. Для этого нужен 5G девайс. Телефон, соответственно. Совершенно верно. Который поддерживает. Совершенно верно. И вот Алмата и Астана это два города, которые в этом показателе лидируют. Вообще примечательно будет сказать, что сама 5G технология, она в том числе и стимулирует развитие и этого сегмента рынка, это реализация продажи 5G девайсов. Перед тем, как мы планировали участие в аукционе и, скажем так, развитие 5G технологии, мы анализировали рынок и тогда мы заметили, что проникновение 5G девайсов на тот момент, оно превышало проникновение 4G девайсов в свое время, ну почти в два раза. Мы это оценили как хороший знак, естественно, это был одним из плюсов принятия решения идти в 5G технологию. Уже после реализации 5G на сегодняшний день динамика проникновения 5G девайсов почти в 4 раза превышает динамику 4G девайсов проникновения в свое время. То есть они замещают рынок? Замещают рынок и сама по себе технология дает толчок и является триггером для того, чтобы этот рынок развивался еще быстрее. То есть, как вы видите, буквально за год эта динамика увеличилась в два раза практически. Ну и что касается фокуса с городов Алматы с нашим Кент, это проникновение этих самых девайсов. Если, допустим, в Алматы и Астане уровень проникновения 5G девайсов порядка 22-24%, то в других областных центрах эти показатели могут составлять 8-10%. Соответственно, строительство 5G идет в первую очередь и большими объемами там, где есть потребитель, способный им пользоваться. Совершенно верно. Вы сказали, что вы будете устанавливать до конца года 400 базовых станций, а базовых станций именно, да? Не 5G. 5G базовых станций. 5G базовых станций. Алматы и Астана будут первыми, да, в авангарде. Они сейчас первые, но параллельно строятся и все остальные областные центры. По договоренностям, когда вы покупали 5G, вот по лицензионным договоренностям, каков общий объем базовых станций по всей стране? Вообще, план, лицензионные обязательства на 2 компании, они идут ежегодные. На этот год у нас без малого 800 базовых станций на 2 компании. Непосредственно, если говорить про КСЛ, это 391. То есть равномерно поделено, да? Совершенно верно, да. Непосредственно для КСЛ лицензионные обязательства 2023 года составляют 391 базовые станции. Мы, конечно, идем там с выполнением и с перевыполнением этого плана. Вообще, глобально в планах компаний это порядка 8 тысяч базовых станций, только 5G, только 5G. Для того, чтобы обеспечить 5G сигналом областные центры полностью, районные центры, то есть там, где проникновение девайсов позволяет пользоваться этой технологией. мы часто говорим о 5G, и вот как 5G в ближайшие годы кардинально изменит жизнь потребителей, точнее, повысит качество сервиса. Что произойдет? Как они это могут ощутить? Вы знаете, они уже это ощущают. Я приведу конкретные примеры. Во-первых, я уже сказал, привел пример с 5G-девайсами, то есть 5G-технология сама по себе стала триггером для развития этого рынка. Второе, сам потребитель получает контент на существенно других скоростях. И на себе скажу, привыкаешь к этому очень быстро. То есть сейчас, когда я в сети 5G начинаю пользоваться интернетом, я уже очень быстро стал привыкать к этим скоростям и считаю, что это нормально. Но когда, поскольку 5G не везде сейчас ловит, когда ты попадаешь в локации, где 5G не работает, тогда в сравнении начинаешь понимать, какая разница между этими двумя технологиями, 4G и 5G. Что касается, как поменялась жизнь абонентов за это время. Но опять же, фактические примеры. Уже сейчас проводятся онлайн консультации врачей по проведению операций. То есть, если это врач с уникальными знаниями и опытом, он, естественно, не может успеть одновременно сразу в несколько мест, что приехать и сделать физически какую-то операцию. Поэтому благодаря опять же технологии проводится онлайн консультация этих операций. В чем здесь смысл? То есть, те действия, которые фактически делает врач на той стороне, они без задержек в режиме онлайн видны, понятны уже эксперту, и эксперт в режиме онлайн может давать свои рекомендации по проведению этой операции. Это уже яркий пример. Далее дата потребления, которая постоянно растет. Скажем так, 5G-технология на сегодняшний день это вообще единственная технология, которая может позволить переварить тот объем трафика, который сейчас существует на рынке. Каждый год объем трафика, потребляемый абонентами, он прирастает порядка 30%. Это очень серьезный рост. Мы получили заметный скачок в период пандемии, там рост трафика доходил до 50%, и уже эта цифра стала базой, и от этой цифры еще ежегодно по 30% рост трафика. И я не сильно совру, если скажу, что только 5G-технология в каком-то ближайшем времени весьма обозримом, только 5G сможет в принципе позволить переваривать этот трафик. И расхожее мнение о том, что 5G является триггером для роста цен мобильной связи, ну, я с ними не согласен. Я даже скажу обратное, 5G-технология в какой-то степени позволит даже где-то и сдерживать эти цены, потому что для того, чтобы переваривать этот объем трафика, 4G-базовую станцию необходимо модернизировать вкладывать больше. За тот период, пока 5G-базовая станция будет стоять и обеспечивать пропускную способность всему этому трафику, за это время на 4G-технологии нужно будет не раз модернизировать текущую базовую станцию и в 80% случаев ставить еще одну рядом. А это уже, соответственно, разница в цене оборудования уже съедается. И нужно не забывать о том, что каждые работы на базовой станции это оплата труда тех бригад, которые делают эту работу. А это очень существенная статья расходов для любого оператора. Фот. Совершенно верно, потому что это не простые работы. Это специальные, квалифицированные сотрудники, которые имеют соответствующие допуски, проходят соответствующую технику безопасности и такая работа стоит денег плюс логистика. То есть статья очень большая. И если вы за это время вынуждены несколько раз производить модернизацию и тем более установку новой базовой станции, то разница в стоимости на входе оборудования 5G и 4G она становится уже в пользу 5G. И это я не говорю про то, что уровень сервиса, который будет давать 5G, он будет значительно выше, чем 4G. Потому что технология 4G вы вынуждены будете быть всегда в роли догоняющего. Вот сейчас 5G это не закономерность. Это вот вы же пока тестируете, оно не стало, зона покрытия еще не стопроцентная. Как и когда компания сможет добиться такого полного стопроцентного покрытия хотя бы в крупных городах? Ну, если мы говорим о крупных городах, то в принципе вот как раз до 2028 года, 27-28 года, мы надеемся, планируем, что как раз эти областные центры, республиканские центры, они будут покрыты, что называется, 100% ковровым покрытием 5G. Вот, если мы говорим о удаленных уголках нашей страны, здесь я даже не буду говорить о каких-то цифрах, потому что, как вы знаете, даже 4G-технология до сих пор продолжает свое развитие, до сих пор идет строительство, и, кстати, компания KSL в параллели с развитием 5G-технологий продолжает развивать 4G, по той же самой причине, о которой я сказал ранее, 80% абонентов на сегодняшний день это пользователи 4G-устройств, и они должны иметь доступ к качественной 4G-сети. Так вот, поэтому сказать, что вот там в 2030 году мы в самый дальний уголок Казахстана обеспечим 5G-технологией, так сказать, не могу. Но... Учитывая природный ландшафт... Совершенно, совершенно верно. Вообще, сложности... Населенность. Совершенно верно. Вообще, сложности для операторов в Казахстане является это низкая плотность населения Казахстана, распределение по большим территориям, и это, конечно, дает свои... Это экономически и невыгодно? В ряде случаев да, в ряде случаев да, но, как я уже говорил, есть социальная составляющая, потом есть программы, благодаря правительству, участвуя в которых операторы имеют возможность обеспечивать удаленный населенный пункт... Субсидируемый там, цифровой Казахстан? Наверное, частично. Вот, яркий пример тому проект 250+, в рамках которого операторы обеспечивают покрытие в населенных пунктах с численностью населения от 250 человек и выше. Преимущество 5G для конечного потребителя, в том числе, это новый для Казахстана и для компании KSL в частности продукт ФВА. Что такое ФВА? Как расшифровать? Fixed Wireless Access, то есть это доступ к фиксированному интернету. Но если мы до сегодняшнего дня привыкли, что фиксированный интернет это проводной интернет, в идеале по оптике, то в данном случае это интернет через радиосигнал. И почему... То есть ФВА, по идее, можно, конечно, реализовать из четырежи технологии, но теряется смысл. Я объясню, почему. На сегодняшний день домашний интернет на оптическом волокне дает скорости 100 мегабит в секунду. Заявленное до 100 мегабит, но тем не менее риторика идет возле скоростей плюс-минус 100 мегабит. Соответственно, если делать этот продукт, ФВА продукт на базе 4G технологии, то в сравнении с оптоволокном скоростью 4G технологии в какие-нибудь 20, 40 или даже 60 мегабит, они проигрывают или, скажем так, не являются преимуществом. по отношению к оптике. Поэтому в период 4G технологии этот продукт ФВА, он не получил своего развития. А вот уже с 5G технологии это уже совсем другое дело. Потому что с 5G технологии на ФВА продукте мы можем демонстрировать скорости средней на уровне 200 мегабит в секунду. Опережая оптоволокно. Опережая оптоволокно. Это значит, что в тех локациях, где сегодня сигнал 5G достаточно плотный, достаточно мощный. Абонент находится недалеко от базовой станции. Он пользуется скоростями до 500 мегабит в секунду. И здесь уже преимущество по отношению к оптоволокну в части скорости оно уже заметно. И, соответственно, продукт ФВА становится актуальным. Я, конечно, скажу, что ФВА не является заменой оптоволокну, потому что физический кабель это всегда физический кабель. Здесь мы не пытаемся... Более надежную вещь вы имеете. Ну да, это физический кабель. Но как альтернатива это точно продукт, достойный того, чтобы предложить и громко сказать об этом конечному потребителю. Это основа для продуктов, для тарифной сетки. Совершенно верно. Совершенно верно. И ФВА как раз-таки в этом случае он удобен для тех абонентов, для кого оптоволокно еще не дошло. То есть радиосигнал его подать гораздо проще, чем прокладывать физический кабель. Кстати, если там, где до сегодняшнего дня абоненты не смогли пользоваться оптоволокном, вот для них ФВА-продукт это прям самое-самое то, что они ждали. Потому что это небольшой роутер, абонент только вставляет туда сим-карту, приходит, включает в розетку дома и у него скорости 5G уже дома в режиме Wi-Fi для всех членов семьи. И компания KSL на сегодняшний день уже с конца августа официально реализовала этот продукт на рынке и с 31 августа любой абонент может обратиться в компанию KSL и приобрести этот продукт и уже им пользоваться. И уже на сегодняшний день есть сотни абонентов несколько сотен абонентов которые уже активно используют этот продукт. Называется продукт KSL Аулетты и любой желающий может обратиться в офис компании либо использовать наше мобильное суперприложение Актив или KSL где не выходя из дома можно осуществить онлайн заявку и вам роутер привезут на дом собственно подпишут онлайн все документы и у вас не будет никаких проблем с домашним интернетом. Помимо всего этого конечно есть развлекательные ресурсы которые с 5G технологией тоже будут развиваться Самый основной контент который потребляет Да, конечно на поверхности это IVR технологии дополненная реальность Но они у нас пока не сильно проникли как на западе но это тоже вопрос времени Это вот как раз вопрос времени и именно 5G технология она является фундаментом для развития вот этого контента развлекательного и поскольку развлекательный контент это больше половины всего потребления нашими абонентами в целом жителями Казахстана то вот эти решения они будут я уверен заметными приятными для жителей Казахстана вот и также 5G технология дает решение и для бизнеса уже сейчас у компании KSL есть проект Private сети для компании в рамках добычи полезных ископаемых где благодаря опять же технологии и то ее особенности что у нее гораздо меньше задержки и больше пропускная способность это реализовать беспилотные грузовики которые будут собственно возить эту руду что это дает в первую очередь опять же безопасность и конечно скорость оперативность и отсутствие необходимости для перерыва экономии а это экономика предприятия это экономика экономика там всех специалистов которые там будут работать интересы проекта кто-то подключился там ERG еще какие-нибудь компании крупные я не стал бы наверное сейчас озвучивать там конкретных участников но вообще интерес есть да интерес есть я более того скажу есть факт уже этой встречи есть факт обсуждения решения вот поэтому как только это будет реализовано непосредственно я думаю мы обязательно об этом расскажем отдельно и громко то есть скоро эти грузовики без водителей без водителей технологии 5G совершенно верно совершенно верно ну это в следующем году наверное я тоже про строки не скажу видите технология 5G она нова не только для абонента но и для операторов тоже поэтому и этот проект private на базе 5G он тоже новый для нашей компании это первый проект поэтому говорить о сроках в том инструменте который мы реализуем первый раз тоже наверное было бы неправильно но сказать о том что мы над этим работаем мы об этом думаем и пытаемся применить этот эти инновации на базе реальных абонентов реальных компаний это факт ну и нельзя забывать или даже скажем так мы ставим это во главу угла это цифровизация Казахстана цифровизация и 5G технологии это дополняющие друг друга понятия и события и вы наверняка как пользователь тоже уже замечаете что большинство своих платежей вы производите онлайн в своем смартфоне используя там связь мобильного оператора и собственно для этого не нужно никуда ходить никуда обращаться то есть все нажатием кнопки это можно сделать и мы наблюдаем активность абонентов в этой части то есть количество абонентов которые используют именно мобильные в данном случае мобильные финансовые инструменты оно постоянно растет как пример наш наш продукт Ого Ого-карта Ого-банк на сегодняшний день квартальное количество пользователей этого инструмента составляет более полумиллиона абонентов квартальное ну на единицу времени это постоянных там на единицу времени это 34 тысячи пользователей и МАУ по этому продукту составляет 330 тысяч абонентов это на самом деле значительные показатели учитывая что этот продукт компания реализовала относительно недавно вот но постоянный рост пользователей этим продуктом говорит нам о том что абоненты ждут абоненты ждут и с удовольствием пользуются такими сервисами и как раз 5G станет фундаментом для того чтобы в частности там мобильные финансы развивались еще больше мы даже на сегодняшний день не можем предполагать какие это будут решения но мы точно знаем что именно 5G технология станет основой для них станет для них фундаментом для новых сервисов для новых сервисов конечно и развития текущих ну и конечно эти значимые результаты по количеству пользователей инструментом решением ОГО являются и беспрецедентные бонусы которые дает наша компания в рамках продукта ОГО которые превышают те бонусы которые есть на рынке ну скажем так доступные без упоминания каких-то там разовых акций то есть на постоянной основе объем бонусов именно в ОГО карте он заметно привлекательный для конечного потребителя большое спасибо вам за уделенное время успехов вам в работе спасибо и вам спасибо за субтитры спасибо за субтитры